В результате активных переговоров Венсполское самоуправление и Венсполская высшая школа договорились о том, какие задачи необходимо выполнить и каких целей достичь. На все это выделены немалые средства – 756 тысяч евро. Договор о сотрудничестве был подписан незадолго до майских праздников. Часть будет направлена на целевые стипендии, чтобы сохранить наш академический и научный персонал, чтобы позволить им и дальше развиваться. Они будут получать доплаты. Еще часть средств пойдет на ремонт третьего этажа служебной гостиницы. Будет также приобретена мебель, чтобы создать комфортные условия для проживания студентов из Латвии и из других стран. 483 тысячи будут направлены на развитие и обеспечение работы вуза, на привлечение высококвалифицированных кадров и на осуществление программ. Значительная сумма выделена и на привлечение студентов, как из Латвии, так и из-за рубежа. Например, в рамках программы «Двойной степени магистра», которая развивается совместно с Кремским университетом прикладных наук. Первые годы возникают сложности, поэтому нам очень нужна эта финансовая поддержка. До тех пор, пока программа не наберет обороты и не будет достаточного количества студентов, когда программа начнет зарабатывать сама. По словам Карлиса Креслинша, отношения между Венсполской высшей школой и самоуправлением нормализовались и вернулись на прежний продуктивный уровень сотрудничества. Конечно, в Венсполской высшей школе еще надо будет доказать, что мы выполняем все критерии и двигаемся в нужном направлении. Конечно, индикаторы довольно вызывающие, но это и правильно. Будут учитываться показатели количества студентов, привлеченного финансирования, количество публикаций. Планку необходимо устанавливать как можно выше. Только тогда высшая школа сможет дальше развиваться. Венсполская высшая школа все годы своего существования демонстрирует положительный пример полицентрического развития страны. В свое время ВУЗ был основан городским самоуправлением. Сейчас это государственная высшая школа. За годы ее деятельности венсполское самоуправление вложило более 15 миллионов евро в развитие венсполской высшей школы. Татьяна Саксаганская, Артур Анш, Эдгар Сендриксон, Скурзамское телевидение.